Всем привет! Мы снова листаем спортивные страницы нашего видеожурнала Heavy Metal Gym. Сегодняшний выпуск будет посвящен как парням, так и девчонкам, но в первую очередь девушкам, потому что они больше всего заблуждаются, выполняя упражнения на такую группу мышц, как пресс. Давайте сразу расставим точки над «и». Пресс – это одна целевая мышца. Нет, не существует нижнего пресса, верхнего, среднего. Есть мышцы пресса. Есть нижняя часть, верхняя. Задействовать одну без другой практически невозможно. Я вам скажу сейчас, как можно будет немножечко смещать акценты, но запомните, если вам кто-то говорит, что можно тренировать верхний пресс, нижний пресс – это полная чушь. Такого не существует. Начнем с самых крупных ошибок. Что делают многие девушки, когда хотят уменьшить талью? Начинают выполнять самое тупое на свете упражнение. Самое вредное, бестолковое, просто, я не представляю. Если ваш тренер, инструктор или друг советует вам это делать, никогда больше с ним не общайтесь на тему физической культуры и не прислушивайтесь к его советам. Он либо дурак, либо просто хочет вытянуть с вас побольше денег. Вот это упражнение. Берут гантельку и начинают выполнять наклон. Либо в эту сторону, либо в эту. Почему это глупо? Потому что это упражнение делается из-за того, чтобы уменьшить талию. Да, но если у вас здесь есть жир, и вы хотите его убрать наклонами, вы только увеличиваете свою талию. Почему? Потому что жир от этого уходить не будет, но будут укрепляться мышцы, которые находятся сбоку, косые мышцы. Их тренировать отдельно не нужно, поверьте. Когда вы выполняете различные приседания, становые тяги, они работают очень прекрасно и получают свою необходимую нагрузку. Но, давая дополнительную нагрузку, ваши мышцы увеличатся, а жира меньше не станет, и ваша талия начнет разрастаться. И вы начнете думать, у вас начнутся мысли, у меня широкая гвоздь, я что-то не так делаю, занятия в тренажерном зале превращают меня в мужика. Это такая чушь, а все из-за того, что вы совершаете ошибки. Еще есть гиперэкстензии, которые работают на мышцы ягодиц и поясницей. Но многие делают тоже, становятся боком в этот станок и начинают делать такие наклоны. Это такое же тупое времяпровождение, как и наклоны с гантелей. Запомните, никаких наклонов. Единственное, что можно делать, когда вы висите на перекладине, поджимаете ноги под себя, можно делать немножко в бок, в сторону. От этого они не станут больше, только укрепятся. Еще важная ошибка. Многие делают упражнения в римском стуле, когда ноги закрепляются в упор и поднимается корпус. Запомните, пресс здесь не работает. Если вы знаете кинезиологию движений, биомеханику, то вы знаете, что закрепляя стопы и выполняя движения, работает не пресс, работает бицепс бедра, ягодичная мышца и поясница. Но поясница работает в очень опасном режиме. Это упражнение с гарантией приведет вас к травме. С гарантией приведет вас либо к протрузии, либо к межпозвоночной грыжи. Выбросьте это упражнение. Обходите как можно стороной вообще любые упражнения на пресс, которые требуют закрепления ног. Гораздо эффективней в любом зале сейчас есть фитболы. Это шикарнейшее упражнение для пресса. Выполняется очень просто. Ложитесь, подкатываетесь как можно дальше назад, находя баланс равновесия, практически падая назад. И вот посмотрите, когда мы качаем руки, мы же делаем сгибание. А как называются эти упражнения для пресса? Скручивания. Кто из вас делает скручивания? 2-3%. Все люди делают подъемы. Подъемы на пресс не работают. Растянулись. Видите, прогиб обратный. И выполнили скручивание, поднимая пятки вверх, коленки навстречу плечам. Вот шикарнейшее упражнение для пресса. Скручивание. Не тяните себя за шею. Не приводите к травмам шейного отдела позвоночника. Если вы правильно делаете, а все эти упражнения нагрузкой регулируют ваш мозг, вы будете чувствовать нестерпимое жжение уже на 10 повторениях. Вот запомните, это лучшее упражнение. Для тех же, кто хочет прокачать целенаправленно нижнюю часть пресса, запомните, не нижний пресс, его не существует. Ложитесь. Выполняете скручивание в таком положении. Мышцы пресса утомились. И переходите к следующему движению. Ставите поначалу руки ладонями вниз на пол. И стараетесь приподнять таз. Пусть у вас этого даже не получится, но носочки старайтесь тянуть вверх. В идеале многие делают, вообще уже умеют подниматься чуть ли не на лопатке. Но нам это делать на самом деле не нужно. Вот здесь работает пресс преимущественно в его нижней части. Не нужно выдумывать, делать что-то. Вот выполняя вот такие серии скручиваний подъемов таза, вы разовьете свои мышцы пресса полностью и целиком. Но не забывайте о пояснице, о гиперэкстензиях. У кого нет возможности ходить в кернажерный зал и выполнять гиперэкстензии, выполняйте их дома. Это очень эффективно и даже не хуже. Вот классический вариант домашней гиперэкстензии. Можете дополнять его какими хотите упражнениями. Отлично прорабатывается и пресс. Так что не слушайте глупых людей, тупых инструкторов. Всегда изучайте вопрос и подходите к любому вопросу, не только к тренировкам, грамотно. Также и к питанию. А мы, как всегда, будем стараться рассказывать вам, как правильно тренироваться и питаться на страницах нашего видеожурнала Heavy Metal Gym. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok